Миша, это ты? Мишка, нормально все? Мишень, лапы не сломаны? Миша, Миша, ты че? Давай, Миша, давай! Давай, Миша, давай, 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 Миша, давай, иди сюда! Иди сюда! Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои песики. Моя кошка, киса Алиса, находится дома на карантине. Я ее не выпускаю гулять, мы живем за городом, если кто не в курсе, потому что она, в отличие от собак, уходит за забор, ловит мышей, ходит непонятно где, поэтому сейчас она находится дома. А вот песики гуляют, и сегодня у нас будет очень, очень своеобразная, необычная прогулка, потому что в нашей жизни произошла непредвиденная абсолютно ситуация, я позже о ней расскажу. Кстати, про прогулки, ребят, не все живут за городом, как мы, многие живут в городе, и я знаю, что сейчас, например, в той же Москве ввели правило, что гулять можно со своей собакой только в 100 метрах от дома. Это, конечно, звучит пугающе, и вообще все, что происходит, звучит очень напряжно. И я вот делала ролик, где-нибудь здесь прикреплю картиночку о том, какие правила надо соблюдать в данной ситуации, в ситуации с этим вирусом, который бродит, ходит у нас, чтобы... Софиш, ну нормально сесть, пописать прям в кадре. Я там не говорила, и сейчас решила с вами заодно поделиться таким лайфхаком моим личным, ну, вдруг вы захотите воспользоваться. В общем, кто смотрит давно нас, знает, что я собачек кормлю кормом Платинум, но я в каком-то видео уже рассказывала, что у Платинума есть не только корм, у них есть еще всякие другие штуки. Например, вот такой препарат очень классный, это такая брызгалка, спрей для собак и кошек. Это вот такая вот маленькая бутылочка, она как бы изначально для ухода за полостью рта, за зубками собаки. Я использовала ее для Эйвена, когда у него были проблемы с зубами, вообще часто использую после чистки зубов. В этом спрее содержится вода, экстракты семян цитрусовых, растительные масла и спирт. То есть, по сути, он дезинфицирующим эффектом обладает, то есть антибактериальные свойства у него есть. Его можно использовать как раз для, как обработку. Собака, как таковая, заразиться коронавирусом не может, но она может быть переносчиком. От нее заразиться может человек, сам хозяин. И если вы гуляете все равно в городе, собака нюхает землю, она лижет что-то где-то, она прикасается своими слизистыми к предметам. Вдруг она пообщалась с каким-то человеком, она на лапах, ходит лапами по этой траве, где может быть вирус. И поэтому вот эти места, они особенно опасные, их нужно обрабатывать. И как раз вот так как он обладает антибактериальным все-таки каким-то свойством, можно обрабатывать рот собаки, брызгать прямо в ротик. Ать, да, все, брызнули в рот, дезинфицировали. Потому что именно вот самое опасное место это слизистые. То есть, животные на слизистых могут переносить этот коронавирус. Ну, понятное дело, что нужно и лапки мыть. Ясно, что не доказано никем, что санитайзеры работают, что толком нет никаких исследований, что маски вообще работают. И точно так же там про этот спрей нет доказательств, что он помогает и спасает от коронавируса, и вот он вас вот защитит, если вы все тут обрызгаете, всю собаку им побрызгаете. Но все-таки какая-то безопасность, какое-то ощущение, что вы дезинфицировали, потому что здесь все-таки состав подходящий, свое животное обезопасили себя от того, что оно может быть переносчиком и может вас заражать. Все-таки все равно собака лижет ваши руки, она заходит домой. Если вы с ней не целуетесь, а сейчас это ни в коем случае делать нельзя, все равно вы как-то с ней соприкасаетесь. Поэтому вот такую вот штучку я вам всем советую. Я в описании, если что, оставлю ссылочку. Очень хорошая натуральная вещь в современных условиях, в нынешних наших. Надо себя обезопасивать и своих питомцев тоже, так что да. Все, а мы сейчас все вместе идем в одно необычное очень место. Это гигантская, просто огромная яма, которая была вырыта под пруд на нашем участке. Там, скорее всего, и будет пруд, но пока что он не закончен. А пока мы туда идем, вы пишите в комментариях, какая у вас ситуация сейчас в городе, прям вот где вы находитесь и что у вас происходит. У кого-то, может быть, есть питомцы, что вы делаете. И ставьте лайк, если хотите, чтобы я все-таки наконец-то бедную нашу кису Алису, которая так соскучилась по улице, вывела на прогулку, может быть, в шлейке, например. Посмотрим, как она будет на это реагировать, на такой вид гуляния. Позади меня вы видите гигантскую яму. Сегодня у нас будет дикая тренировка, просто сумасшедшая. Видите вот эту яму? Она огромной глубины, то есть вот я стою, и если я сейчас туда спущусь, она даже будет не по мою голову. То есть если я вытяну руки, я до краев не достану. Многие подумают, что что за бред, для чего я хочу провести этот эксперимент? Я хочу проверить, как каждая из моих собак будет из этой ямы выбираться. Почему я это делаю? Первое, потому что это полезная тренировка для собак, в принципе, преодолевать какие-то вот такие вот странные непредвиденные препятствия. Мы часто где-то гуляем, и мало ли что, всякое бывает, чтобы собака знала, как и на что реагировать. Второе, кроме преодоления препятствий и обучения этому, я хочу проверить, кто из моих собак реально способен выбраться из такого оврага. Потому что за полтора года никогда не случалось ничего, и собаки, они адекватные, они знают, что это за место. То есть как собака вообще запоминает, да? Она же тоже, как любое живое существо, изучила территорию, запомнила, где что, и знает, куда можно ходить, куда нет, по своим каким-то вот, по своим понятиям. И поэтому ничего никогда мы за эту яму не переживали, и все было нормально. В общем, возвращаясь к ночи, у нас есть фонарь, но я вечером решила прогулять собаку буквально минуту, дать им сходить в туалет, вышла с ними, не включила фонари, было очень темно. Миша, как если вы смотрели другие ролики, куда-то исчезла, как она это часто делает. Периодически я нахожу ее за каким-нибудь занятием, что она какую-нибудь веточку, палочку, что-нибудь в общем, а может быть даже какашечку чью-нибудь, где-нибудь грызет. Но последнее время, когда я стала гулять с ними постоянно под контролем, они у меня гуляют, Миша это делать, ну, перестала. И тут вдруг она опять пропала. Темно, ночь, я думаю, блин, куда она могла деться, все уже вернулись. Я стояла на крыльце дома, звала всех, ждала всех. Миша не идет, и все, проходит уже какое-то время. Я реально решила, раз уж такая ситуация возникла, взять телефон, чтобы включить себе фонарик, а заодно заснять, что же происходит на всякий случай, чтобы потом вот в такой вот ситуации вам рассказывать. Идите домой, заходите. София, давай, заходи. Опять Миша, что такое? У нас еще нету всяких фонариков садовых. Миша, 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 иди сюда, иди домой, Миша. И вот я хожу по всему участку, а он большой, огромный, кричу ее, темно, ночь, она не реагирует, она не приходит, хотя обычно, если ее очень долго звать, она идет. С телефоном, с фонариком иду, начинаю ее искать, звать везде, Миша, 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 Миша никак не реагирует, нигде ее не слышно, не видно. Еще у нас очень громко поют птицы с утра до ночи, поэтому они как бы могут перекрывать этот звук, если она где-то и есть. Но не лая, ничего нет. Я думаю, может, под сарайами она не шла. Еще у нас есть яма такая огромная, но я не знаю. И вот в итоге я подхожу к этой яме с фонариком, начинаю здесь светить. Это мои звуки. Господи! Миш, это ты? С чем я не поняла, испугалась, глаза светятся в темноте. Там камера даже не настраивается. Миш, ты что? Миша никаких звуков не издает, если вы смотрели ролик о том, как мы гуляли в лесу и играли в прятки и потеряли там Мишу. Кстати, если хотите повторение пряток в лесу, лайк с вас тоже. То она просто вот так же, как там, просто сидит такая, типа ничего не происходит. Мишка, нормально все? Мишень, лапы не сломаны? Мишка, пойдем, пошли, ты что? Миш, Миш, ты что? Пошли, пошли, лапы не болят? Миша, Миша, ты что как зомби, Миша? Пойдем, Миша. Она попала в эту яму, вот прямо туда. Я думаю, дело было так. Она шла, что-то здесь унюхала, и возможно, я сомневаюсь, что она специально туда аккуратно как-то спустилась, возможно, она провалилась, или вот здесь вот скатилась по земле. Ты ходить можешь? Ну-ка, пошли домой. Миш, пошли домой. Нормально ты идешь? Нормально. Когда я принесла эту чучундру домой, она, конечно же, была вся грязная и вообще, я проверила обязательно ее на переломы, на какие-то ушибы. Но нет, все нормально, она не хромала, то есть все нормально с ней. Но кто знает Мишкин характер, кто давно смотрит наши каналы, тот знает, что она у нас тупичечка, самая медлительная, и, возможно, со временем она бы оттуда и вылезла. Но я очень хочу проверить, смогут ли собаки мои остальные, в том числе Миша, вылезти из этой ямы, проверить их реакцию, как они будут себя вести, оказавшись в такой ситуации. Потому что меня эта ситуация очень напрягла. Первой в нашем челлендже будет участвовать покемон Юмичу, самая активная и бешеная собака. Я ради безопасности буду спускаться вместе с ними туда, спускать их, и вызывать сюда, чтобы они пытались вылезти. Посмотрите, я вот сейчас стою как бы на горке над этой ямой, какая здесь глубина. И сейчас буду просить Юми вылезти, проверим, насколько она быстро это может сделать. Юмичу, иди ко мне, иди сюда, иди сюда давай. Вы это видели? Она практически по стенке проползла. Капец, ну ты даешь, покемон. Попытка номер два с другого края. Юмичу, давай, иди сюда. Здесь ей было еще проще, потому что он ниже. Попытка номер три, Юмичу, иди сюда. Давай залазь. Ай, молодец, ай, молодец ты мой попрыгун. Я в шоке, Юми с легкостью преодолевает эту яму. То есть, если бы вдруг она в нее каким-то образом попала, не конкретно даже в эту, а в любую другую ситуацию какой-то, она из нее с легкостью бы выпрыгнула и вылезла. В начале собака, она боится, да, какого-то препятствия, она его не знает, не понимает, но со временем, когда начинает соображать, она уже сама готова преодолевать это препятствие. Юмичу, спускайся вниз. Ай, молодец, залазь обратно. Ай, молодец, спускайся, давай. Ай, молодец, иди ко мне. Ай, молодец. То есть, все, она уже его перестала бояться. Иди сюда. Ой. Покемон, давай. Ай, умница. Да, она уже всякими разными другими способами начинает его преодолевать. Все, теперь она этого места не боится. Она уже знает, как, что здесь делать, как все здесь устроено, и все, все окей. Переходим к следующему участнику. Ладно, понятно Юмичу. Она молодая, она быстрая, она сама по себе по характеру попрыгунчик. А вот Эйвен, например, которому 9 лет исполнилось. Посмотрим, как он справится с такой ситуацией. Хотя в жизни в норме, вот в каких-то... Посмотрите на покемона, она сама залазит и вылазит, чтобы только получить вкусняшку. В жизни Эйвен, в принципе, в уличных условиях сам справляется с легкостью с такими задачами. Но не знаю, как он поведет себя вот в такой непредвиденной ситуации. Ай, Ивась, сиди здесь ждать, ждать. Снимаем с более легкой стороны. Эйвен, иди сюда. Ай, молодец. Ну, вы видели, это было довольно легко для Эйвена. Пробуем в более высоком месте. Эйвен, иди сюда. Иди ко мне. Давай, красавец. Ай, молодец. Ты мой заяц. И попытка номер три. Ивась, иди сюда. Эйвен, давай. Давай, скорее, скорее, скорее. Ай, молодец. Умница. Умница. Мой зайкин. Мой красавчик. Итак, как мы видим, за Эйвена и Юмичу можно уже не переживать. То есть с таким препятствием они справились с легкостью. Посмотрим, как это сделает Софиша, у которой совсем другой вес. Потому что Эйвен с Юмой, они все-таки легкие, им проще поднимать свой вес, выпрыгивать куда-то. Софиша более толстенькая. И потом попробуем еще раз Мишу и поймем все-таки объяснение тому, почему она так долго там сидела и не могла вылезти. Ааа, посмотрите, что с моими штанами. Софиш, стоим здесь. Ждем. Ждать. Ждать. Как вы видите, это даже нелегко мне вылазить. Я подготовила вкусняшку, пробуем на самой высокой точке. Софиш, иди сюда. Иди сюда скорее. Ай, молодец, Юми. Софи немножко другой способ выбрала, обошла с другой стороны. Молодец. Ай, умница. Но все-таки она это сделала. Не в самом высоком месте, но у нее получилось. Попытка номер два. Софиш, иди сюда. Давай, давай, давай. Иди сюда. Нет, не с той стороны, иди вот здесь. Софи во второй попытке выбрала тот же путь. То есть она не стала рисковать и пробовать какие-то другие пути. Это не очень хорошо, потому что для развития лучше все-таки, чтобы собака находила разные выходы из ситуации. Давайте попробуем третий раз. Ай, молодец. Вот умница. Сама спустилась. Для чего я заставила Софи спуститься? Чтобы она попробовала сама именно как это работает, а не повторяла один и тот же путь. Пойдем сюда. Пошли. Давай. Ай, молодец. Вот и все. Она уже поняла, что можно по-другому. Софиш, иди ко мне. Вот, молодец. Все. Не страшно. И это хорошая тренировка еще и на бесстрашие. Она перестает бояться вот этих всех непредвиденных вещей. Да, Софиш? Пойдем. Пойдем. Вот, молодец. Софиш, давай, спускайся. Теперь сама. Ай, умница. Залазь. Ай, молодец. А теперь самый главный участник эксперимента, Мишка. Потому что именно с ней возникла эта ужасная ситуация. Попробуем спуститься вместе. И я попробую ее позвать. Может быть, я допускаю, что ситуация повторится. И она в итоге вообще не будет двигаться. И будет сидеть здесь. Мишаня, давай, иди ко мне. Иди сюда, Мишка. Давай. Она более неповоротливая, более медлительная, непрыгучая. Возможно, ночью она все-таки совершала вот подобные попытки вылезти. Мишань, давай, иди сюда. Миш, давай, поднимайся к нам. Мишанька, не сдавайся. Давай. Как мы видим, Мишка застревает вот на этом вот подъеме, потому что нужно сделать резкий прыжок, вытолкнуть себя. А Мишаньке это не получается сделать. Миш, давай. Я ожидала, что, честно, что при свете дня днем она сможет это сделать. Вот она пытается подняться куда-то. Юми ей подсказывает, а она вот за Юми идет. Миш, давай попробуем сюда пойти. Смотри, как здесь проще. Давай. Таракашечка, картошечка моя. Иди сюда, не туда. Давай вот сюда. Давай, Мишанька. Не верю я, что ты не можешь выбраться из этой ямы. Ты же молочинка. Давай, давай, давай. В принципе, для развития собаки почему это важно? Чтобы она сталкивалась с проблемой, чтобы она научилась ее решать. Не конкретно Миша, а любая собака. Поэтому я и говорю вам всегда, ходите в неизвестные места, в лес. Занимайтесь собакой. Делайте что-то для нее непривычное. Потому что таким образом развивается, расширяется ее мозг. Как люди, когда мы книжки читаем, мы читаем их, чтобы развиваться. Вот точно так же собака делает какие-то вещи, чтобы развиваться. Юми уже идет как спасатель, помогать, поддерживать. Давай, Юми, объясни Мишаньке, как делать, как, куда идти. Мишка, давай, Миша, 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 давай, молодец. Ай, умница. Ай, молочинка. Ай, красивая девочка, умница. Пойдем, давай. Прошло уже довольно много. По сравнению, конечно, с Эйвоном Софией Юми, Мишка очень долго пытается сообразить, как же ей выйти. Но я хочу добиться от нее все-таки решения. Это очень важно, добиться от собаки действия. Если мы добиваемся от нее решения, в следующий раз она уже знает, как справляться с проблемой. Это как учить команды, то же самое. Нам нужно, чтобы она смогла это сделать. Мишань, пойдем. Миша, давай, 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 давай. Давай, напряги свою толстую попку-то. Ну, чего ты ленишься? Давай. Иди сюда. Ай, молодец, старокашечка-букашечка-картошечка моя. Давай, 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 давай. Прошло еще довольно много времени, и я думаю, что теперь я объяснила себе, почему ночью Миша не могла вылезти. Если она сейчас днем при моей поддержке, при поддержке собак, не может никак одолеть это препятствие, то ночью она тем более смирилась и стала легла, просто уже попрощалась с радостями всей своей жизни. Такая, ну все, пока. Как я и говорила, Эйвон, как всегда, сказал, да пока, надоели бы мне и ушел, но мы сейчас попробуем с девочками. Девочки, идите ко мне. Поддержать Мишаньку. Я спущусь, и мы попробуем ей показать все-таки, как это делается, чтобы она попыталась все-таки совершить это, героический этот поступок. Пойдемте, пойдемте все вместе. Давай, Мишка, пошли. Пошли, Миша, пойдем. Смотри, как девочки вышли. Пойдем. Еще одна попытка провалилась. Я долго пыталась поддержать Мишаньку, чтобы она вылезла, но она все-таки опять сдалась. Проблема в том, что я бы могла сейчас бросить, плюнуть на это и сказать, ну все, Мишка другая, Мишка не может, все, отстаньте все, все, она не может, ну вот все. Ну что ее мучить, да, мучить собаку, ну не может она залезть. Но я считаю просто своим долгом уже сейчас добиться того, чтобы она вылезла, даже если это займет много часов, потому что я хочу, чтобы она научилась преодолевать это препятствие, перестала бояться. Понятное дело, что полностью искоренить в ее характере это невозможно, но сам факт, что это случилась ситуация, и теперь нужно найти выход из этой ситуации. Нельзя это бросить и оставить вот так. Так, еще, если не брать ситуацию ночную, когда было поздно, темно, ночь, беспокойство, вот это все, если брать дневную ситуацию, я допускаю такой вариант, что если бы собаки были с ней там, и меня бы здесь не было, Миша бы это сделала. Почему? Есть такое понятие, как, знаете, выученная беспомощность, то есть она знает, что я в итоге скажу, ну ладно, моя зайка, все, не делай, иди ко мне, ты же у меня бедненькая, и она как бы получается так психологически манипулирует, но делает вид, что она не может этого сделать. Но допускаю вариант, что если я уйду, она сможет вылезти. Опять же, если даже здесь не будет оператора, то есть оставить, и она вылезет. Я допускаю такую возможность, но я не хочу, чтобы это так было, потому что, получается, у нее возникает привычка. Без меня она делает все, а при мне она не может ничего делать. Вот я не хочу, чтобы это повторялось. То есть многие, кто не особо увлекается психологией собак, не могут даже поверить, что такая маленькая беззащитная собачка с вот этим добрым взглядом может тобой манипулировать, а такое может быть. А у маленьких собак это очень распространено. И вряд ли можно поверить, что ей может приходить в голову делать, изображать из себя беспомощность. Но поверьте, есть случаи в жизни, когда собаки могут даже болезнь изображать. То есть лежать, и типа у них что-то болит, чтобы хозяин уделил им какое-то внимание. Так что они еще те хитрожопики. Ты герой, и мы это знаем. Все ты умеешь, и все ты можешь. Ты молодец, жопка моя, таракашечка моя, картошечка моя толстая. Пошли, давай пойдем, 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 Миша, пошли. Давай, Миша. Покемон не сыпь на землю ей на лицо. Миша, давай, давай, давай. Ай, молодец. Ай, умница. Давай еще. Давай, молодец, 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 молодец. Давай, похвалим Мишаньку посредине пути. Давай, дадим ей вкусняшечку. Да, Миша герой. Давай, 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 Мишка, давай. Давай, мой герой. Ай, молодец, давай, молодец. Ай, вкусняшечку Миша получила. И при этом она ест вкусняшки по пути. Это к теме, что собака, когда на стрессе, она не ест лакомства. Миша не на стрессе, она ест даже в этой позе. Миша, давай, давай еще. Еще шажок. Давай, молодец, молодец, молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, подпрыгивай. Подпрыгивай, Мишаня, давай, вылазь. Вылазь, вылазь. Ай, молодец. Давай, давай еще, еще немножко. Миша, с той стороны надо снимать. Давай, Мишаня, давай. Вот, молодец. Ай, молодец, Миша. Умница. С моей долгой помощью, и немножко все-таки рука моя помогала ей, Мишка вылезла Но нам нужно теперь повторить это, чтобы она сделала это сама Я не знаю, мы сможем это сделать или нет, уже несколько часов мы тут просто в этой яме Иди к нам, моя девочка Прекрасно мы заходим в эту ямку, так может мы в нее и не упали А может мы в нее сами зашли ночью А может мы здесь что-нибудь унюхали, какую-нибудь птичку или мышку Или чью-нибудь какашку Пойдем, все вылезли уже, давай, и ты тоже можешь, давай, пойдем Ты же уже получилась у тебя один раз, давай, с моей помощью получилась и без меня Иди сюда! Ай, молодец! Ура! Молодец! Сама Мишаня, молодец, вылезла! Во-первых, это моя большая радость и гордость, что мы все-таки добились Во-вторых, всегда, когда ваша собака что-то выполняет, особенно если с трудом она это делала, надо ее очень сильно хвалить, гладить, давать лакомить, вот она такая умница, умница! А теперь спустимся и попробуем еще раз Давай, 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 все! Два раза мы уже вылезли самостоятельно, вообще без какой-либо помощи И нужно закрепить, давайте вылезем еще третий раз Все вниз! Вот молодцы, попки мои пушистые! Давай, Миша! Вот молодец! Это было уже намного увереннее Вы видели это, да? Она уже все, она выпрыгнула, она вытолкнула себя, она поняла, как это делать И такая, блин, а как раз надо себя выталкивать За несколько часов мы все равно добились этого Это гигантский результат лично для меня, для Мишаньки тем более Вот нам сейчас придется мыться Посмотрите на лапы покемона Из-за того, что они тут бегали туда-сюда по этой глине Они ужасно грязные Я сейчас подумала вдруг по приколу На самом деле, Миша все это знает, все это умеет Она там так не торопясь идет Она на самом деле все шарит Она просто такая, ну ладно, сделаю, Аня, контент Помучаюсь такая долго, типа я не умею залазить Поделаю вид, а потом все сделаю, как обычно Я сейчас подумала, вдруг это так было И Миша такая, на самом деле Ле-ле-ле-ле-ле-ле Я сделала видосик Опять много внимания мне Все будут писать в комментариях, какая я молодец Наш главный покемон, который любит лазить по деревьям И умеет это делать Юми, попроси лайк, попроси лайк Молодец! Ставьте лайк на это видео Пишите свои комментарии И по ссылочкам в описании Переходите на новый ролик на канале питомцев Скорее всего, на моем канале Анимэджик Сегодня вдруг вышло видео А может быть не сегодня, но завтра В любом случае Там же в описании ссылочка на спрей Который я вам советую обязательно купить Для обработки питомцев А лапы надо мыть И увидимся скоро в новых видео Пока! Пошли! Покемон!